Всем привет! Я знаю, что среди вас есть немало людей, которые пишут или хотят начать писать свои фанатские статьи по SCP-объектам, а то и стать авторами на самом сайте SCP. Вам я хочу посоветовать канал Сергея Елиса, человека, который расскажет о том, как написать хорошую историю, придумать интересных персонажей, насытить свой мир деталями и вообще чем заинтересовать читателя. А попутно вы узнаете, что же вообще творится в современной литературе и посмотрите на забавные литературные эксперименты автора. Нажимайте на ссылку в описании и раскрывайте свои таланты. SCP-687. Нуар. Объект номер SCP-687. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-687 следует держать в выпечатываемой комнате в зоне 15. В комнате должен быть установлен стол с запирающимися ящиками, стандартное офисное кресло и цветной телевизор с кинескопом диагональю 12 дюймов, а также оборудование для записи и удаленного наблюдения за экспериментами с объектом. В свободное от экспериментов время SCP-687-1 следует отключать и отсоединять от источника питания, а SCP-687-3 убирать в антистатический конверт и запирать на ключ в верхнем ящике стола, на котором установлены SCP-687-1 и SCP-687-2. Тире-2 не следует отсоединять от Тире-1 во избежание износа кабелей и разъемов. Во время экспериментов Тире-1 и Тире-2 следует подключить к источнику бесперебойного питания, марки, и БП следует менять на новый после 100 часов наработки. Категорически запрещается привлекать к экспериментам с SCP-687 сотрудников класса D. Смотрите инцидент I-687-1. Разрешение на эксперимент дается сотрудникам третьего уровня и выше и заверяется у директора Зоны-15. Описание. SCP-687-1 персональный компьютер марки Commodore 64, сделанный в 1980 году. Серийный номер S-300. Судя по внешнему осмотру, оборудование не подвергалось модификации. Все детали компьютера получены от оригинального поставщика. SCP-687-2 дисковод Commodore 1541 для дискет 5 четвертью дюймов, сделанный в том же году, что и SCP-687-1. Серийный номер S-300. Оборудование, как и в случае с SCP-687-1, модификациям не подвергалось и получено от оригинального поставщика. Попытки запустить SCP-687-2 отдельно от SCP-687-1 или вместе с любым другим компьютером оканчиваются неудачей. Устройство не работает. Когда Тиро-2 подсоединен к Тиро-1, оба устройства работают штатно, за исключением загрузки SCP-687-3. Смотрите ниже. SCP-687-3. Гибкий диск 5 четвертью дюйма, не имеющий каких-либо пометок или маркировки производителя. К диску приклеена наклейка с выполненной от руки печатными буквами надписью документа. Диск читается только в SCP-687-2. Попытки прочитать его на других устройствах оканчиваются множеством ошибок чтения и могут привести к повреждению оборудования. Результаты пассивного сканирования с помощью «удалено» неоднозначно и дают противоречащие друг другу результаты. SCP-687-3 может быть загружен в подсоединенный к Тиро-1-2. В этом случае он читается как нормальный диск. Операционная система определяет на диске только один файл под названием Noir – Noir. Файл может быть запущен с помощью команды load-noir-8.1. При запуске программы Noir тепловыделение SCP-687-1 и SCP-687-2 возрастает на 400%, а потребляемая мощность увеличивается вдвое. Измерительное оборудование, подсоединенное к портам компьютера и дисковода, показывает резкие и непредсказуемые скачки напряжения. Тем не менее, эти аномалии, похоже, никак не влияют на производительность SCP-687-1 и SCP-687-2 и не причиняют им ущерба. После загрузки программы Noir выводится небольшая графическая заставка с надписью Cracked by Time Lords. Взлом осуществила группа владыки времени. Примерно через минуту появляется главное меню программы. Надпись сверху гласит Noir – остросюжетное приключение от *** Games. Все права защищены 1980. Никаких сведений об игре с таким названием выпущенный *** Games нет. Нажатие кнопки пробел запускает игру. Noir выглядит как текстовое приключение, жанр которых был популярен в те времена. Похоже, что лексический анализатор игры понимает любую осмысленную команду на английском, и даже способен правильно воспринимать слова с опечатками. Вдобавок, территория игры, судя по всему, ничем не ограничена, а в ответ на соответствующие запросы игра выдает описание окружающего мира в таких подробностях, которые не должны быть возможны, если учесть емкость носителя и памяти компьютера. Также в зависимости от игрока меняет свое место. Новый игрок помещается в случайным образом выбранное место, а тот, кто играл в игру ранее, возвращается к тому месту, на котором прекратил играть. На данный момент все представленные игрой места относятся к городам США между 1923 и 1942 годами. С помощью команды look at self, осмотреть себя, и inventory, инвентарь, можно убедиться, что персонаж, управляемый игроком, выглядит точно так, как и он сам, и также одет. Также у персонажа при себе будут все вещи и предметы, которые держал при себе игрок на момент начала игры. Игра протекает в свободной форме и не дает никаких подсказок, которые бы приблизили игрока к выигрышу. Тем не менее, в игре ведется подсчет очков, текущее значение которых выводится на экран после каждого действия. Очки могут начисляться и отниматься, максимального или минимального значения пока не обнаружено. На сегодняшний день максимальный результат, а минимальный. В случае гибели персонажа очки сбрасываются в ноль, а на все введенные игроком команды, в этом и всех последующих сеансах игра отвечает, это невозможно сделать вы мертвы. Во время игры с игроком не происходит ничего аномального, по крайней мере того, что можно засечь. Когда же игрок засыпает после сеанса игры, в фазе быстрого сна ему снится необычайный красочный сон, в котором он переживает события, развернувшиеся во время игры. По ощущениям сон не отличается от реальности. В отдельных выдающихся случаях на телах игроков появляются ранения, нанесенные их персонажем в ходе игры. В качестве примера можно привести подопытного, у которого из-под ногтей текла кровь, после того, как он пытался выбраться из багажника, тонущего в ривер автомобиля, и не сумел. Другой обратился за медпомощью с крупными синяками на лице и растяжением продольных связок позвоночника, после того, как ему приснилось избиение озлобленными офицерами полиции. Третий был частично парализован, пережив во сне расстрел, в ходе карательной операции бандитов в Чикаго в 1929 году. Обычно эти травмы скоро проходят, даже в случаях, когда сны оканчиваются смертью. Но при этом высока вероятность психических травм, которые в этих случаях бывают даже серьезнее, чем если бы человек пережил подобное в реальном мире. Это вызвано в основном отсутствием свободы воли во время сна, и тем, что спящий заранее знает, что с ним произойдет. У всех пострадавших было полное ощущение реальности происходящего, даже с учетом того, что они знали, что все это воспроизведение событий из игры. В случае, если гибель персонажа сопряжена с насилием, сон может повредить психике игрока настолько сильно, что может развиться иллюзия нереальности реального мира. Люди, испытывающие ее, воспринимают происходящее с ними как сон, или нахождение в чистилище. С клинической точки зрения эти физиологические и психологические реакции на пережитые во сне события являются нормальными. Если принять на веру гипотезу о воздействии игровых событий на историю нашего мира, смотрите протокол экспериментов 687. Имеет смысл теория о том, что события переживания игроками во сне – побочный эффект от наложения воспринимаемых ими событий на объективную реальность сего дня. Приложение 1. Протокол экспериментов с SCP-687-1. Опыт 005. Дата. 1900. Подопытный. Процедура. Подопытному выдан самозарядный пистолет калибра 45 без патронов, а также инструкция начать игру и последовательно вызывать команды «Инвентари», «Инвентарь» и «Дропган» – «Выбросить пистолет». Результаты. У персонажа игры при себе имеется незаряженный самозарядный пистолет калибра 45, той же марки, что выдан субъекту. Команда «Дропган» приводит к тому, что персонаж кладет пистолет в находящийся рядом мусорный бак. После этого подопытному приказано выйти из игры. Выданный пистолет по-прежнему находится у подопытного. Пистолет был изъят и возвращен сотруднику организации. Опыт 006. Дата п***. 1900 п***. Подопытный д***. Процедура. Сразу после опыта 005 подопытному выдается коробка патронов калибра 45 и инструкция «Возобновить игру». Результаты. Персонаж появляется на том же месте, где игра была остановлена в ходе предыдущего опыта. Подопытный набирает команду «Пик апган» – «Поднять пистолет» и «Инвентари». У персонажа в инвентаре появляются оружие и патроны. После того, как пистолет заряжен, счет игрока увеличивается на 10 очков. Пистолет по-прежнему находится у сотрудника организации. Опыт 007. Дата п***. 1900 п***. Подопытный д***. Процедура. Подопытному, чей персонаж владеет заряженным оружием, дана инструкция набрать команду «Shut myself» – «Выстрелить в себя». Результаты. Персонаж стреляется. Счет игрока сбрасывается на ноль. На все дальнейшие команды игра выдает сообщение. «Это невозможно сделать, вы мертвы». Подопытный разочарован, но не претерпевает никаких изменений. На следующее утро подопытный просыпается в изрядном смятении. Дрожит и плачет. На вопрос о причине беспокойства подопытный отвечает «Я не мог остановиться». Опыт 015. Дата п***. 1900 п***. Подопытный д***. Процедура. Подопытному, чей персонаж пребывает в городе, штат, в 1938 году дана инструкция дать объявление с текстом «Доктор Лох» в газету. Результаты. Подопытный набирает команду «Place ad in» газеты «That reads dr» и «The loser» дать объявление в газету с текстом «Доктор Лох». Игра анализирует команду и выдает пять страниц текста, описывающих примерно три часа игрового времени, в которые входит поездка на автобусе в редакцию. Беседы с девушкой за приемной стойкой и обсуждение текста объявления с редактором, сотрудником организации. Сотрудники организации отыскали снятые на микрофильм листы указанные газеты от 1 декабря 1938 года, на которых видно объявление «Доктор Лох, счет у игрока увеличен на 100 баллов». Учитывая, насколько важны полученные результаты, я не стану обижаться. Доктор. Опыт 023. Дата. 1900. Подопытный д***. Процедура. Подопытному, чей персонаж пребывает в городе штат П... В 1924 году дан экземпляр первого издания книги «Бонни номер 5» Курта Ваннигута в твердом переплете с автографом доктора П... Внутри. После запуска игры подопытному дана инструкция отправиться в банк и поместить внутриигровую копию книги в сейфовую ячейку. Результаты. Подопытный пытается выполнить инструкцию, но персонаж попадает в бандитскую разборку и гибнет под пулями. Счет игрока сбрасывается на ноль. Примечание от... 2000... В ходе плановой проверки архивов фонда был найден SCP, аномальный экземпляр книги «Бонни номер 5», полученный в 1947 году в бакинистической лавке в Лос-Анджелесе. На внутренней стороне обложки имеется автограф доктора и надпись «Не забыл меня», сделанная человеческой кровью. Почерк второй надписи совпадает с почерком D-67-83-5. SCP получил классификацию как SCP-X. Приложение 2. Отчет о побеге D-67-89-5. Документ номер I-687-1. Вовлеченные сотрудники. D-67-89-5. Мужского пола, 27 лет, социопат. Признан виновным в убийствах удалено... Вуд... Удалено. Агенты А... Ц... И научный сотрудник доктор Джуниор... Дата. Место события комната содержания SCP-687. Описание. В течение двух недель D-67-89-5 очень охотно шел на сотрудничество и суммарно провел в игре 25 часов, что примерно соответствует двум месяцам внутриигрового времени в январе-феврале 1934 года в городе Кливленд, штат Огайо. D-67-89-5 очень умен и быстро вникает в ситуацию. Пользуется возможностями лексического анализатора игры для исполнения сложных задач с помощью одной или двух команд. D дано разрешение на чтение газет той эпохи, а также право иметь при себе блокнот и письменные принадлежности для ведения заметок. За три дня до планового устранения D-67-89-5 приводит на очередной сеанс игры с SCP-687. Спустя половину отведенного времени D вводит неразрешенную команду «Do everything written on page 1» – «сделать все, что написано на первой странице». После ввода команда на экране прокручивается примерно 150 страниц текста. Доктор Джуниор, наблюдавший за сеансом посредством видеонаблюдения, отдает приказ прервать сеанс и ввести действие план борьбы с нарушением условий содержания. Агенты А и С, находящиеся в одной комнате с D-67-89-5, пытаются обездвижить подопытного и вытащить его из-за SCP-687. D-67-89-5 смеется и говорит «Опоздали, парни». После того, как на экран выводится последняя страница текста, данные удалены, от агентов А и С, а также от D-67-89-5, не было найдено ни следа, за исключением SCP-X. Боже мой, никто и не попытался прочитать историю Кливленда в 30-х годах и сравнить её с послужным списком D-67-89-5. Наберите кто-нибудь в гугле «расчленитель», доктор. Может быть и хуже. Если SCP-687 и впрямь переписывает историю, возможно, что убийство расчленителя, или, если уж на то пошло, удалено, до этого случая просто не существовали. И как мы теперь узнаем, отныне и впредь сотрудников класса D к этой штуке подпускать запрещено. Опять? Что же, настало время теории по объектам. По сюжету этого объекта, последний из класса D, с кем проводились эксперименты, изменил прошлое так, что стал знаменитым Кливлендским мясником. Это можно понять из последних строчек объекта. И это очень крутой поворот, если знать, кто такой Кливлендский мясник. Но в наших краях он не очень известен, потому я расскажу вам о нём. Кливлендский мясник знаменит тем, что... Какое бы слово использовать, чтобы цензура Ютуба не обратила внимания. В общем, он разбирал своих жертв на очень маленькие части, которые располагал на значительном удалении друг от друга. Скажем так. От 12 до 50 человек он так обработал по разным данным и не был пойман. Его поиском занимались лучшие детективы США. Например, Элиот Несс, тот, что поймал знаменитого гангстера Аль Капоне. Первый подозреваемый в этих событиях закончил свою жизнь при загадочных обстоятельствах. На допросе у детектива у него внезапно сломалось 6 ребер. Однако ничего, указывающего на его вину, так и не было обнаружено. Хотя детективы очень старались. В то же время мясник открыто издевался над детективом. Например, он оставил запчасти от нескольких жертв прямо в офисе Элиота, поставив их на самое видное место и просто ушёл. Наиболее вероятным мясником считается доктор Фрэнсис Свидни, который в Первую мировую был полевым врачом и занимался ампутациями. По всей видимости, ужасы Первой мировой подкосили психику бедного свинни. И разделение людей на части стало его хобби. На самом деле, все улики указывали на него и только на него. Но абсолютно невероятное стечение обстоятельств позволило ему избежать наказания. Во-первых, полиция не хотела нового скандала, подобного тому, который случился после того, как у предыдущего случайного кандидата на роль мясника внезапно сломали серёбра. Второй такой истории бы заметить не удалось. Во-вторых, Несс был не просто детективом, он ещё был политиком. А его основным политическим противником был Мартин Свидни, дальний родственник нашего Фрэнсиса. И арест доброго доктора мог быть воспринят как грязная политическая игра, особенно в свете предыдущей истории. Поэтому из офиса Несса Свидни отправился прямо домой, даже несмотря на то, что полиграф показал, что он врёт. Немного поразмыслив над своей ситуацией, Фрэнс сам сдался в психбольницу, где лечился, как самый обычный больной, от своих психологических переживаний, полученных на войне. Оттуда он слал детективам издевательские письма и открытки, всячески насмехаясь над ними и угрожая. В общем, был тем ещё троллем. Применительно к истории SCP-687, похоже, сотрудник D-класса и был этим Свидни. Он так изменил свою историю, что в итоге не попал в тюрьму. А значит и не стал D-классом, из-за чего просто пропал во время эксперимента. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»